Повезло нам вообще. Приехали в Анапу, пошарились, нашли и все, всем довольны. Здесь уровень цен никогда не снижался. Привет, друзья. Всем привет. Вот мы наконец-то настроились, чтобы рассказать о том, что, ну, о нашем опыте и ответить на ваши вопросы. Ну, наверное, может быть сказать тем зрителям, которые нас видят впервые, что мы 7 лет назад переехали из Кемерово, из села Илыкаево, в 30 километрах от Кемерово, по Донагу, в станицу Гостогаевская. Там мы продали дом, у нас была половина кирпичного стандартного дома, который строили в совхозах, правда, мы там сделали веранду, у нас там было, по-моему, 92 метра. И вот этой суммы нам хватило, чтобы купить жилье в станице Гостогаевской, в 20 километрах от Анапы. Точно такого же размера и точно так же не индивидуальный дом, а с соседями. То есть, часть дома. По документам квартира. Когда мы выбирали, ну, выбирали мы тщательно, то есть, мы прилетали в феврале 2014 года, здесь провели в Анапе почти неделю, но, правда, нашли то, что нам хотелось. За три дня, наверное, да, Оксана обнаружила. У нас стояло на первом месте, чтобы было обязательно газовое отопление. Мы знали, что газ по меже, новостройки, всё замечательно. Мы знали, что газ по меже означает, что газ может быть подключен через 10 лет, через 15 или никогда. И неизвестно, за какие деньги, если будет подключен. И вот за три дня с помощью риэлторов мы нашли такое жильё, квартиру, можно сказать, станицы Гостогаевской и успокоились. Да, заключили договор намерений, как там договор о задатке, заключили, внесли 100 тысяч денег, прописали, по-моему, срок 2 месяца. У нас уже покупатели были на наш дом в Елыкаево. Мы завершили там сделку, погрузили вещи, которые не продали, не раздали, не оставили друзьям и родственникам в машину Рено Логан с маленьким прицепом. Купили в дорогу прицеп. Ну, то есть, фактически, это была одежда, обувь и что-то из постельных принадлежностей и кухонная утварь. И поехали своим ходом. Шесть дней ехали, останавливались на ночёвку или в мотелях, или у друзей в Кургане останавливались на полтора суток. Две ночи мы там ночевали. Да, и у родственников в Ростове ещё останавливались, тоже ночь ночевали. И вот так потихонечку приехали, вечером приехали, нас сразу наш продавец запустил в этот дом, он уже стоял пустой, мы переночевали и на утро поехали на сделку. Утром поехали на сделку. Вот так это было. Да, то есть, мы приехали где-то 22 или 23 апреля, мы эту сделку заключили, значит, и вот с тех пор прошли. Прошло уже 7 лет. 7 лет. Можно ответить на вопрос? Да, начнём читать. Ольга Викторовна спрашивает, кому первому пришла мысль о переезде? Ну, конечно, Оксане. Оксана почему-то хотела жить в море. Я-то всю жизнь прожил в Сибири, и поэтому меня не очень тянуло. То есть, я воспринимал море, это как место, куда, может быть, удастся выбраться в отпуск, если удастся накопить денег на пару недель. Всё. А я-то жила на юге в своём детстве. 7 лет я здесь прожила, в станице. Ну, не у моря, станицы были дальше от моря. Ленинградская, Новоминская станица. Короче, я знала южный климат, и я знала, что здесь хорошо. Хорошо, потом лет сколько назад, 20, мои родственники, отец и брат, переехали в Одессу, и мы у них гостили частенько, и ты, и я, и с детьми прилетали. И, в общем-то, хорошо было на море, почему бы не переехать на совсем. Так я подумала и уговорила мужа. Не сразу, но мне это удалось. Ну, мы, как бы, капитально там ремонтировали дом, реконструировали его, и Оксана говорит, когда же мы поедем на юг? Я говорю, ну вот, отремонтируем, как он, если продастся нам удачно, на то, чтобы хватило денег на юге, так сразу и поедем. Вот, и мы поставили дом на продажу, и, по-моему, года два, значит, он стоял и не продавался. Если не больше. А потом, в 2013 году мы поехали в Одессу, потому что, как бы, стратегический план все равно был, переехать на юг. Я говорю, давай съездим к родственникам Одессу, посмотрим. Мне нравится Одесса, но юг, юг, мне все равно, где жить на юге. Одесса, красивые горы, поэтичные. Поехали в Одессу, посмотрим. Может быть, мы туда захотим переехать. Мы даже там ходили, смотрели домики. Вот, я приценивался. Но жилищно-коммунальное хозяйство, инфраструктура Одессы меня так убило, что я сказал, что нет. Но мы как будто в Советский Союз вернулись. Нет, мы в Одессу не поедем. То есть, это был 2013 год, а там впечатление было, как будто, 1997-1998 год. В лучшем случае. Яна Кардаильская спрашивает. Если бы вновь выбирали место жизни, на что сейчас бы обратили внимание? На что был ориентир и приоритет при вашем переезде 7 лет назад? Яна, ну, 7 лет назад мы сказали, что нам нужно было море. Причем из всех городов Краснодарского края, из прибрежных мы выбрали Анапу, потому что мы хотели, чтобы пляжи были песчаные. Сами любим песок. Внуки любят на пляже, конечно, зарываться в песок. О том, что? Ну, глаз нам был важен в доме. Натопились мы углем. Электроугольный у нас котел был в Ялыкаево. И электричеством топить очень дорого. Как в Сибири, так и здесь. Да, вообще невозможно в Сибири топить электричеством. Дом не протопишь. Поэтому мы заготавливали там дроба, я валил березы, покупали грузовики угля, выносили залу. И как ни берегись, все равно вот эта пыль каменно-угольная, изольно-пыльная, она все оседала. И в доме, и в огороде, и везде. Так, на чём мы обращали внимание? Пляжи, пляжи, расстояние же важно. Мы же живём не в Анапе. Нет, мы хотели как можно ближе к морю. В Анапе частный дом купить нереально за какие-то нормальные деньги. Значит, в квартиру мы не хотели. Мы давно уже не живём. Хотя основную часть жизни прожили в Кемерово, именно в квартире. Нам понравилось жить в своём доме и продолжаем жить в своём доме. Ну вот, наших денег хватило на такое расстояние до моря. 20 километров. Да, поскольку мы имеем автомобиль не для того, чтобы ездить за хлебом в магазин, а вот такие вот расстояния. То есть, мы привыкли уже жить в таком режиме. То есть, мы жили в Кемерово 27 километров. И, например, друзей я приглашал, они говорят, о, как хорошо у тебя шашлык. Я говорю, приезжай в субботу, что-то мы сделаем шашлык. О, ну это надо подумать. То есть, человек, который живёт в городе, для него поездка вот эта 25-30 километров – это проблема. А я-то каждое утро ездил на работу, вечером возвращался. То есть, для нас это совершенно несущественно. Но если по времени, то до Анапы мы едем, ну, минут 15. До ближайшего любимого пляжа, который находится не в самом городе, а, ну, как бы уже за городом. Это район Джаметен называется. Просторные песчаные пляжи. 17 километров, наверное. По летним пробкам до центра Анапы, где я работал, да, получалось утренние пробки, значит, сложные. 40-50 минут, вот это вот максимум. Вот эти вот ориентиры, что хорошо. Потом практика подтвердила, что мы правы. Потом мы поизучали пляжи Сочи, Крыма, Геленджика, Новороссийская. Вот вы знаете, вот песчаные пляжи, они как бы, они везде есть понемножку. Но в Геленджике они составляют там 3 кусочка по 100 метров. В Сочи какой-то элитный пляж есть, или пару штук, 2 штуки по 50 метров. И платные, при том, наверное, они. Ну, наверное. В Крыму это всё достаточно далеко. На Азовском море там ракушняк, который потом прилипает так, что как не обмывайся, потом он из тебя вываливается. А в Анапе, оказывается, они бескрайние, просто бескрайние, как я оцениваю. Ну, 10 километров ты можешь идти вдоль моря, это песок. И ещё дальше за Витязево ты ещё пойдёшь в сторону Благопечника. Ладно, с пляжами понятно. Мы не на пляж переезжали, а в дом. И новый дом мы позволить себе не могли. Хотя могли в садоводческих товариществах. Кстати, нам по деньгам был новый дом в дачном посёлке. Мы отказались от этой мысли. Почему, скажи. Потому что мы знали, что это всегда капкан и удавка. Вот если вода у вас скважина, а не центральный водопровод. Если у вас электроэнергия на каких-то птичьих правах, через садоводческое товарищество, через некое колхозство. Это очень опасно. И по более высоким ценам, чем в станицах. Да, и более высокие цены. В станицах. Газ. Вероятность проведения газа там, она существенно ниже, чем даже в станице. Я думала, ни в чем 0%. Нет, там есть, есть. Есть. Хорошо. Есть немножко, значит, минимально, но это какие-то крутые люди могут проводить. И кто рядом с ними не богатый живет, то они тоже, наверное, могут провести всё. В основном люди баллонный газ используют. Да, отвратительные дороги по садоводческому товариществу, соответственно. Очень близко дома стоят друг к другу. Ну, кусочками нарезаны. Все же были на дачах, на этих самых. Ну, а главное, там же никакой инфраструктуры. Собственно, улица с дачными домиками. И на садоводческое товарищество несколько магазинов продовольственных. Кстати, в наших товариществах их хозяйственные, есть какие-то строительные магазины. С магазинами, слава богу, рыночная экономика, магазины есть везде. Всего остального нет. Ну, собственно говоря, а что нам нужно всё остальное? Ну, нам нужно было, чтобы был сад, школа, потому что с нами собирались жить. Дочка со внуком. Нам нужно было, как бы, поликлинику. Да, мы хотели по максимуму. Вот. Кстати, вот вопрос был такой от нашего зрителя 42 Кузбасс. Как с местами в садиках и школах? Ну, мы подали заявление на приём нашего внука. В то время он был четырёхлетний, да? Ну, это было семь лет назад. Пятилетний. Мы подали заявление на место в садике в Гастагаевском. Подали мы его, ну, в мае. И к сентябрю можно было внука отдавать в садик. Место было. К сожалению, они не переехали. Потому что зять приехал, посмотрел, как у нас тут здорово и прекрасно. Но работы ему не было. Он инженер на заводе. Тут никаких заводов, даже винодельческих, никаких в принципе нет. И они прилетают к нам в гости. А мы живём одни. Правда, через два года переехала моя мама. Моей в Анапе квартиру купили. И ещё через год переехала семья старшей дочери. Но не в Анапу. Потому что даже Анапа после Кемерово им казалось деревней. А им надо было детей учить и развивать. И они переехали в Сочи. Ну, вообще молодёжь. И там и живут. Молодёжь, она любит какой-то городской ритм жизни. Ну, а у нас, конечно, в Станице это всё тихо. Собаки брешут. Ну, в Станице понятно. Даже и Анапа, это маленький курортный городок. Так, Елена Тверская. Наша постоянная зрительница спрашивает. Спасибо вам. Помню, вы рассказывали, при покупке этого жилья продавец занизил цену. А вы могли бы вернуть 13% полной стоимости. Жалеете? Дмитрий Степанович тогда работал. И раз в жизни любой гражданин РФ может вернуть 13% с покупки жилья. Не более 2 миллионов рублей. То есть 260 тысяч. Жалеешь? Нет, не жалея. Но у нас была такая ситуация, что мы ещё в Кемерово помогали дочке покупать квартиру. И я вот там вот использовал эту льготу. То есть вот этой льготы не было. А что касается того, что продавец практически в момент сделки занизил сделку. Занизил цену, да. Это, конечно, была шоковая ситуация для риэлторов, для моей любимой семьи, для дочки, для Оксаны. О, значит. Ну, а я просто начал сразу это самое думать, соображать. Мы им придумали, то есть мы сидели уже в этом заведении, договор читали. Два брата продавали нам квартиру эту. И старший говорит, да что ж такое-то. Вот такая цена, значит, реальная. И что мы будем платить налоги. А они как бы недавно оформили вот это вот вступление в наследство. И что-то как-то... Короче, он испугался налогов. И все начали дёргаться. Ну, мы быстро сообразили. Юристы, Женя была, да, или Воля, значит, что какой вариант. Ну, и оформили, что типа за миллион мы оформляем покупку квартиры. Примерно так, да. А там полтора миллиона, это якобы я ему дал в долг. Ну, по сути, липовая расписка. Ну, как бы у меня свидетели всякие разные. Расписка. Ну, и покуда квартира не оформится, вот эта вот расписка была. То есть мы это дело всё оформили часа за три, наверное, за четыре. То есть в десять мы там встретились, значит, вторично мы встретились в три часа дня, наверное. И завершили вот эту сделку. То есть на нервах, конечно, это всё было. Я бы никому не рекомендовал использовать такой способ. По крайней мере, не в таком бешеном темпе, потому что это плохо сказывается на нервах. Конечно, тут иначе продавец может сказать, а если вы не так, то значит вообще никак. Ну, что-то нужно придумать. Вообще вот такие вот экстремальные ситуации вас могут ожидать даже при покупке квартир у застройщика в Анапе, в жилых комплексах. Поэтому проще всего, конечно, с опытными риэлторами, которые работают в Анапе, агентства. Да, и может быть договор купли-продажи заранее подготовить и прописать там всё, включая цену, там схему оплаты, если у вас там ипотека, там наверняка, там без нервов, там банки всё проверяют. А если без ипотеки сами, то лучше заранее видеть этот договор и все моменты оговорить, включая цену и так далее. Конечно, потому что застройщик тоже к тому склонен, что вот так вот по договору проведём, так-то наличка, но никому это не надо. И дай бог, чтобы у вас этой ситуации не было. Она может быть, потому что на Кубани люди такие оборотистые. Нужно ожидать всего и максимально застраховать себя от всего. Ну, не только на Кубани. Везде теперь при рыночной экономике люди знают, значит, туда-сюда. Но на Кубани, наверное, более люди продвинутые, более решительные, более энергичные, более привыкшие к этим самым. Ну, вспомните, 30-40 лет назад, как мы приезжали в Анапу, там снимали какие-то комнаты, гаражи, все эти рубли, тройки, пятёрки передавали. А там тоже ходили всякие разные чиновники, милиционеры, хотели прищучить. Так что люди вот так вот крутились. Следующий вопрос. Вот вопрос интересный. Виктор спрашивает. Дима и Оксана, хочу приехать в Анапу и поговорить насчёт переехать. Я пенсионер. Как с вами поговорить? Вот как с нами поговорить? Ну, я не знаю. Под каждым роликом у нас указаны наши контактные данные. То есть, человек может посмотреть и увидеть. Если он не может посмотреть и их увидеть, то он наверняка путается со временем. И если он из Красноярска, он тебе позвонит в 4 часа утра, когда у нас 4 часа. Не единожды это было. Ну, можно поговорить. Задайте вопрос, пожалуйста. Понимаете, мне тоже иногда вот такие вопросы приходят. Ну, как там в Анапе? Расскажите. Я в ВКонтакте, там в Одноклассниках, я отвечаю. В Анапе всё хорошо. Ну, вообще-то мы для этого ведём свой канал. И у нас уже, наверное, полторы тысячи роликов. Так как мы не риэлторы, то мы никого в Анапу не приглашаем. И как бы никому не даём консультации, где что почём. Мы об этом всё снимаем. Всё, что видим сами, вам рассказываем. На какой-то конкретный вопрос или предложение там можем ответить. Но, а если речь идёт о каких-то частных консультациях, это, наверное, какая-то отдельная работа, которой мы не занимаемся. Ну, у нас есть друзья, риэлторы, они занимаются. Можем к ним посоветовать, обратиться. Кто начинает задавать вопросы про цены, дома, районы, где лучше, хуже, мы советуем к риэлторам. Если вы смотрите Гастагай, то там же есть люди, которые встретим, разместим. И что ещё? Не знаю. Ну, что-то такое. Проводим. Широко распростёртыми объятиями вас встретят и провезут. Наш зритель с иностранным названием что-то типа... Фаннидок. Так читается? Прекрасная собака. Возможно. Я немецкий учила, а не английский. Пишет. Нравится смотреть новые дома, когда в них уже переехали и обустроились. Когда дом уже не просто новый, а отражение личности хозяев, их интересов и предпочтений. Ну да, мы иногда снимаем дома, в которых уже люди живут, берём у них интервью. Больше, чем есть, мы этого сделать не можем. Мы очень часто, когда нас люди встречают, где-то... О, мы вас смотрим, смотрели, теперь переехали и здесь живём. Мы с удовольствием общаемся с людьми и просим дать интервью именно для того, чтобы рассказать вам, нашим зрителям, как люди живут. И вы знаете, к сожалению, очень редко люди на это соглашаются. Даже я крайний раз сказала, когда вот нам опять отказали, что нет, мы ничего рассказывать не будем. Я говорю, ну как же так? Ну вы же наш канал смотрели именно для того, чтобы увидеть, как у людей получилось переехать. А сами-то почему не хотите такую малость тоже людям рассказать, как вы переехали? Ну, не все готовы. Не все такие открытые, как мы. Все люди, то есть, есть какое-то личное пространство, например, посмотри на очередь, да, у каждого своё биологическое пространство до другого человека. Один стоит за два метра от другого человека, а другой вот так вот к тебе приникает, несмотря на пандемию. Стали-то вот так вот и всё, чё. Поэтому и семейная жизнь мне тоже не очень нравится. Вот, подожди, ты про это, этот же человек пишет, показывайте свою жизнь, приятно смотреть ваш канал, и свой сад, свои интересы, своих животных, и свою ежедневную жизнь. И что готовите? Просто свою жизнь. Вот так настойчиво человек просит. Ну... А мы не можем так показывать. Вы знаете, очень много есть блогеров, которые снимают себя от рассвета до заката. Как проснулись, что за окном, что на столе, куда пошёл, что сказал, кого встретил. Мы более скромные люди. Более того, вот эта вот система, YouTube, она рекомендует себя вести именно так. Именно так вот, значит, можно снимать. Продвигать свой канал. Ну, мы же и русские люди. Мы не будем плясать под дудку американцев. А поговорить, конечно, я вот... То есть, вот это вот дом, дом показывается. Я, может быть, хочу поговорить о том, что спасибо Ельцину и Гайдару, туда-сюда. Но не всем это нравится. И справедливо некоторые говорят. Мы про Путина там слышим. Я-то про Путина не слышу нигде. Потому что телевизор не смотришь. Ой, я завтра сниму ролик, что я разочаровался во Владимира Владимировича, потому что газа нет и не будет. Так, ты подожди. Это тема другого ролика. Кстати, вот, показывайте свою жизнь вот эту. Зачастую вот Дмитрий Степанович начинает высказывать свои взгляды на экономику или на политику. И хоп, люди пишут. Ах, вы так всё отписываются от вашего канала. Хотя у нас канал не про политику, не про экономику, а про переезд на юг. Но людей цепляет. Вот личное всегда воспринимают люди. Лично. Да, человеку не понравилось, что я смотрю это. Эхо Москвы. Я вам скажу, что Эхо Москвы приличная радиостанция, вообще лучшая в России, я так считаю, по журналистскому мастерству. Вот телеканал Дождь я бы не советовал смотреть. Потому что у ребят гуси полетели, это уже типа телеканал Алексея Навального, значит, вот туда они. Нет. А Эхо Москвы, это нормально. Причём там разные ходят. Там ДПРовцы, консерваторы, какие-то коммунисты. Причём они приходят и ругаются на эту радиостанцию. А эти всё, значит, показывают. Хватит. Не о том вопрос. Пошёл про свою жизнь. Ирина Кривцова спрашивает. Расскажите, пожалуйста, как там в Гастагаевской с электричеством изменилось что-нибудь? Мы ищем дом себе и уже даже не смотрим, когда эти риэлторы или местные блогеры показывают дома в Гастагаевской. То есть люди наслышаны, что у нас было очень худо с напряжением в Гастагаевской. Ну да, у нас в ноябре началось очень тяжело. Сильно было много отключений, низкое напряжение. И вот после всех скандалов, обращений людей прошла реконструкция. Я вам скажу, что не везде в Гастагае это было. Например, посёлок Северный или Северный 2, я не знаю. Но в том краю станицы, там где новые дома стоят, новые подстанции, как-то там было нормально. То есть даже летом там редко отключали и было нормальное напряжение. Есть в нашей центральной части станицы участки, где также нормальное напряжение. И есть участки, где провальное, как у нас было. Вот сейчас после реконструкции, я ещё не могу сказать, что наладилось. В принципе, конечно, отключений нет. Очень редки, скажем так. Вчера отключали. Да, ну как-то незаметно. Ночью что-то отключили. Да, или днём на 5 минут. Ну, то есть аварийных ситуаций нет. Но напряжение пока недостаточное. Но, в принципе, конечно, ситуация гораздо улучшилась. Я скажу, иногда я читаю вот эти паблики в соцсети Анапы. Там, оказывается, вообще 12 микрорайон вырубают. Да. Люди сидят по несколько часов без света. Ещё и лета нет. А ещё когда лето наступит. Раньше в Анапе были веерные отключения. Они специально отключали какие-то станицы, какие-то микрорайоны, чтобы всю энергию бросить на какие-то другие районы. Да, чтобы было более-менее нормальное напряжение, хотя бы минимальное. Потом, говорят, вроде как всю практику эту отменили, потому что запустили новую подстанцию Джеметея, по-моему, лет 7 назад. Всё прочее. Но мне кажется, что по факту летом они всё-таки практикуют эти веерные отключения в городе-курорте Анапы. Потому что он перенаселён и куча этих самых кондиционеров. Если бы не было кондиционеров, хватало бы энергии. А поскольку все хотят... Без кондиционеров трудно в Анапе летом. Жара стоит ужасная. Даже мы в частном доме, ну, то есть, находясь на земле, на первом этаже, и то включаем кондиционер, а в квартире что делать без кондиционера? Без кондиционера это всё равно, как, представьте, вы без интернета, без телефона мобильного. То есть, вот так вот. Так что у нас в Гастагае нормально с электричеством, как бы даже с запасом проведена реконструкция. Так что смотрите дома, которые предлагают риэлторы у нас в Гастагае. Гастагае прекрасная станица. Правда, с дорогами у нас плохо. И хорошо не будет. Хорошо не будет. Не будет. И освещены далеко не все улицы так, как хотелось бы. Тротуаров нет. Поэтому вечером мы не ходим погулять по станице. Как вот, например, по Анапе. Прекрасно можно выйти вечером, хоть ночью и прогуляться. В станице нет, в деревне. Куда вы пойдёте гулять? А оно и днём как бы дальше, чем до парка центрального, до стадиона гулять некуда. А ночью и тем более. Да, так что если вы пожилой человек и привыкли гулять, и чувствуете необходимость, что надо гулять каждый день 5, там 8, 10 километров, то лучше выбрать Анапу. Гастагаи, тротуаров нет. Гулять можно кругами по стадиону. Очень хорошо, хоть 5 километров, но по кругу. И по кусочку центральной улицы. Там есть тротуары. По двум улицам есть два кусочка тротуара. Садик. А, мы не договорили, да, Кузбасс 42. Как у вас, хватает ли мест в садах и школах? Ну, на самом деле, вряд ли вы любого ребёнка, особенно в младшую группу, так легко устроите в садик. Наверное, придётся ждать не 3 месяца, как мы ждали 5-летнего. Почему, наверное? Наверняка. Наверняка. Мест не хватает. Люди стоят в очереди. Наши друзья все сдают в частный садик. У нас 2 государственных садика в станице, и сложно туда попасть. И один есть садик частный. Частный. Один, который мы знаем. Может быть, ещё есть. Может быть. Ну, а в школе место. Школ тоже 2, 9-летняя и 11-летняя. Ну, конечно... Переполнены школы. Переполнены. Хотя пенсионеров переезжает, я думаю, в общем и целом гораздо больше, чем семей с детьми. Но, тем не менее, переполнены школы. Всё равно переезжает. Вот. А кто выбирает на жительство садоводческие товарищества, да? Потому что не мне решать. Вы сами решаете. Мало ли что. По деньгам, по возможностям. Вы покупаете дом в садовом товариществе. Вот оттуда у нас ходит школьный автобус. Нашу гостагаевскую школу. Из Санеты Дружбы, Колос. У нас, по-моему, около 30 автобусов. Здоровье автомобилистов. Да, да, да. Да. То есть школьный автобус ребятишек привозит. Вот. А так школа переполнена, не знаю, процентов на 30, на 40, наверное. Больше норматива. Сейчас везде так. Вот. Дочь наша старшая, которая живёт в Сочи, у них ребятишек по 40 человек бывают в классе. Это что? Это раньше было бы два класса, а сейчас один такой. Вот. Следующий вопрос. Так. Ирина Осипова пишет. Спасибо. Очень импонирует ваш оптимизм. А вопрос такой. У любой медали есть две стороны. Расскажите о вашем опыте. Что больше всего порадовало и разочаровало после смены места жительства? Спасибо. И вам спасибо за вопрос. Ну, что больше всего порадовало? Что море действительно доступно, можно набраться. А разочаровало то, что говорят, палку вот не в землю, значит, дерево вырастет, там на нём яблоки, груши будут. Оказывается, они очень просто разочаровало, что много всяких разных жуков и вредителей. Хотя, в принципе, это общеизвестная информация была, просто я ей не интересовался. Мне очень обидно, что все эти паразиты могут сожрать наш урожай, загубить растения. Короче, овощеводство и садоводство не такое простое на юге и во многом даже сложнее, чем в Сибири. Именно потому, может быть, что здесь нет морозов и как в Сибири не вымерзают эти паразиты и споры разных патогенов. Может быть, поэтому их гораздо больше. А может, просто им хорошо тут, так же как людям, так и им хорошо под солнышком. Поэтому сложновато. Больше всего порадовало то, что замечательная осень и весна. Хотя весна, конечно, мы иногда бунтим, что она холодная, там кто-то сюда, значит, бывает, что осень, но всё равно они тёплые, они какие-то благополучные. То есть, в осенних курточках мы ходим с поздней осени до ранней весны. Да, собственно, про зимнюю одежду забыли, может быть, потому что в феврале, да так же, как и в январе, бывает несколько дней плюс 20. И после этого кажется, что, ну, март – это уже всё, весна, жара. А на самом деле весна, и чаще всего именно в марте начинают распускаться все деревья и цветы. Нынче вот с запозданием чуть ли не на месяц. И нам кажется, что уже и температура должна быть постоянно там 10, 15, 20. Это не так. Бывает месяцы 2 и 3, а на 5, 10, 15. Ну, можно сказать, что заелись мы. Ну, это общее, наверное, недовольство. Короче, больше всего радует то, что мы получили, что хотели в плане климата. Климат однозначно не разочаровал. Так по жизни какие-то бывают неприятности, огорчения. Но сказать, что разочарование, наверное, это слишком сильно сказано, да? Ну, ветер бывает дует, три дня подряд дует, 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 дует. Порывами при этом, порывами резкими, то, что может нарушить. Ну, вот это как бы утомляет. Ну, а что? Ну, а в Сибири метель, как закружит на три дня, тоже утомляет. Или минус 35 целый месяц. Градусник как будто бы замёрз. Каждое утро смотришь, 35, 35, 35. Но здесь тоже такое бывает, только с плюсом. Летом. 35, 35 тоже тяжеловато. И вот, кстати, об этом следующий вопрос. Марина Сидорович, это наша знакомая, которая так же, как и мы, переехала из Кемерово в Анапу, продала квартиру в Кемерово, купила квартиру в Анапе. В прошлом году она только переехала. Пишет, я понимаю, что всё индивидуально, но как вы привыкали к климату в Анапе? Или сколько лет проходила адаптация? Или вы не почувствовали? У меня всё время болит голова и низкое давление. Ну, Марина постарше нас, может быть, лет на 10. С другой стороны, моя мама переезжала, ей вообще было за 70, 74 ей было она переезжала. По-разному, на самом деле, люди переносят переезд. Мама очень хорошо, и как бы не было у неё никакой адаптации у нас, я тоже не помню никакой адаптации. Может быть, потому что у нас нету ещё каких-то серьёзных заболеваний. Кому-то жара очень тяжело даётся. Мне, например, да. Ну, что, кому тяжело летом в жару, не советуем выходить на солнце в обед. Мы на пляж стараемся ехать рано, в 10 максимум, в 11 уже уехать. В машине кондиционер, дома кондиционер. Мы пенсионеры, нас вообще никто не гонит. Средь бела дня, в полдень куда-то выходить и ехать. Если вы люди работающие, может быть, вам придётся. В общем, за своё здоровье только вы сами можете отвечать. И лучше, как бы не теоретически, а лучше приезжайте сюда и поживите, ну, 2 недели, 3. Если особо опасаетесь жары, то приезжайте летом, в июле в самую жару. Ну, если опасаетесь, как вы будете жить здесь зимой без снега, да, обычно же люди с Урала и Сибири переезжают. Ну, приедьте зимой, посмотрите, какие тут ветра, какая слякоть. Как вы будете себя чувствовать без снега в этой слякоти, в этом мраке. Ляля Андреева спрашивает. Скажите, пожалуйста, у вас есть в станицах коровы и овцы? Вот интересный вопрос. И есть, но мало. Да, есть. И козы есть. Чаще люди держат птиц, то есть кур и каких-то там перепёлок. Крупный рогатый скот редко. Мы берём у соседа на соседней улице молоко. Он держит двух коров, да? Да. Вот, можно яйца брать. Многие держат кур. Или на базаре просто продают яйца от своих кур. Кстати, кто-то ещё спрашивал, есть ли сыроварни у вас. Ну, как бы есть, но они все частные. Если вы интересуетесь на предмет работать в этих сыроварнях, то вряд ли. Своё открывайте. Виноделы частные, они тоже начали практиковать сыр варить. Но всё это достаточно большие цены. Если вы можете себе позволить, то, конечно, можно этот сыр покупать. Вот. А что касается коров и овец, да, вот, например, если кто-то хочет работать в животноводстве, то есть крупное молочное стадо в Джигинке, в Джигинке, там, по-моему, полторы тысячи голов. И есть неплохой фермер, по-моему, на хуторе Красный Курган. Тоже там 100 или 200 коров, там, бог его знает. В Костогаевске была закрылась. В Костогаевске, да. Уже при нас года три назад она закрылась. Да, да. Было там 300 голов, ну, закрыл, потому что, ну, не рентабельно, пазмище сокращается все, всё очень сложно, всё дорого, всё дорожает. Галина Смирнова спрашивает, были ли за время вашего проживания на Кубани моменты, когда вы с супругой осознавали, что допустили какие-то серьёзные ошибки? И если да, то от каких именно серьёзных ошибок и промахов вы могли бы предостеречь своих подписчиков? Галина, спасибо за вопрос, за внимание к нашему каналу. Это наша постоянная зрительница. Я долго вспоминал, значит, что, что бы, где мы серьёзно ошиблись. Мы серьёзно ошиблись при замене окон, окон. То есть, мы меняли некоторые окна, некоторые у нас остались, некоторые меняли на новые пластиковые. И тут я допустил серьёзную ошибку. Как и многие себе береги, мы считаем, что зима тут вообще небольшая, летом жарко, значит, упрощённое окно, поставим, значит, всё будет хорошо. То есть, однокамерное окно мы поставили. Надо ставить в Анапе двухкамерные, двухкамерные окна. Так же, как в Сибири. То есть, эти двухкамерные окна позволят вам больше защитить свой дом, как от непогоды с сильным ветром. Очень сильный ветер, причём он дует три дня, три дня передует, дует шесть дней. Ну и холода всё равно, они бывают более чем минус десять, причём с ветром. И старики вспоминают, что бывают такие снежные зимы и морозные зимы. То есть, за последние пятнадцать лет, то есть, отмечалось так, что вымерзали виноградники, по-моему, доходило до минус двадцати шести градусов. То есть, такие вот проблемы есть. Мы пока жили здесь до минус шестнадцати. Ну, в принципе, топим, как бы нормально, но не очень комфортно. Но вот эти двухкамерные окна, они бы нас ещё более защищали от жары. Потому что вот эта вот гнетущая жара, от неё просто никуда не денешься. Когда холод, то ты печку топишь. А когда жара, вот выключил кондиционер, и буквально полчаса она опять сгущается со всех сторон. А если бы окошки были двухкамерные, они более бы нас держали в неком термосе, вот эту вот температуру сохранить. На самом деле, не то, что мы ошиблись. Нас никто не спрашивал, вам какие окна ставить, однокамерные или двухкамерные. По умолчанию, просто мы позвонили на фабрику окон, вызвали человека. Он приехал, сделал замеры, сказал цену. Я ещё порадовалась, думаю, надо же, на Кубани оказывается гораздо дешевле окна. А потом мы поняли, почему они гораздо дешевле. Потому что они однокамерные. Вот если вы об этом будете знать, то вы и обратите на это внимание, когда будете строить новый дом. И сознательный выбор сделаете, вам однокамерные окна нужны или двухкамерные. Вот об этом можно предостеречь своих подписчиков. Но ещё от чего? От недобросовестных риэлторов. Тут вообще риэлторские услуги очень дорогие. 3% от сделки они как правило. Ну, недобросовестные застройщики бывают. То же самое. Ну, так это ж везде бывает. В общем, гораздо безопаснее покупать, наверное, вторичное жильё, чем новое. Вот как бы и постоянная опасность в Анапе, и это присуще очень Анапе, именно Анапскому району. Это вот эта вот травка-то у нас растёт. Какая травка? Которая... Амброзия. Амброзия. Вот это вот амброзия. Тут проводятся субводники, казаки выходят, волонтёры, значит, дёргают обовсюду. И в городе, в самом, да, на территории города. И по станицам, значит. И на полях фермеров штрафуют. Она всё равно всё растёт и растёт. Вот. Если у вас есть аллергия на эту травку, то я бы как бы вам посоветовал посмотреть какое-то другое место. Ну, вот у меня, кстати, сенная лихорадка, то есть аллергия на многие виды злаков, там, ольха, берёзы, ещё чего-то. На амброзию нет. Повезло. Повезло нам вообще. Приехали в Анапу, пошарились, нашли. И всё, всем довольны. Всем довольны, да. Но чтобы переезд вас не разочаровал, друзья, готовьтесь с мыслями. Не подходите к этому вопросу, как поедем на курорт. Поехать на курорт и поехать на постоянное место жительства – это две большие разницы, как говорят в Одессе. Да, и мы вам сочувствуем, потому что цены, конечно, в Анапе очень выросли. За последний год сильно. Просто катастрофически. Они всегда растут потихоньку, ни разу не падали. Всегда растут, и как бы, даже когда вот в Сибири падали значительно, да во многих регионах падали до 25 и даже 30 процентов. Здесь уровень цен никогда не снижался. Но последний год какой-то бум, просто взлетели цены. Поэтому, если хотите переезжать, не ждите, что что-то подешевеет. Этого не будет никогда. Можете переезжать, переезжайте, но вдумчиво. Ехать или не ехать, листочек бумаги пополам делите, тут пишите плюсы, которые вы получите от переезда. Там, климат, там, здоровье, экология, ещё что-то, всё, что можете придумать. А в другой столбик пишите минусы. Что вы потеряете? Общение там с родными, с друзьями, там, работу, ещё что-то. Какой перевесит. Мы почувствовали на себе неудобство от переезда именно в той части, что мы лишились общения. У нас образ жизни фактически остался такой же. То есть мы как жили в сельской местности, в своём доме, так и здесь живём. Как ездил ты на работу из деревни в город ежедневно и обратно, так и ездил. Но мы абсолютно лишились круга общения своего. У нас здесь не было ни одного знакомого, не говоря про друзей и родственников. Как бы из-за этого и канал начали вести. Все друзья остались в Кемерово. И все хотели знать, как тут у нас, что и почему. Каждому не напишешь, не позвонишь, не расскажешь. Стали снимать канал. Оказывается, он пригодился тысячам людей. Чему мы очень рады. Ну и, собственно, продолжаем снимать. Может быть, с меньшим энтузиазмом, потому что мы уже объехали всё вокруг, посмотрели всё. И нам кажется, что осветили все стороны жизни, переезда, всё, что можно придумать. Поэтому, если у вас есть вопросы, вы их пишите. Нам кажется, что это уже известно всем. А вдруг да вам что-то неизвестно. Будем отвечать? Да, ну и главный плюс Анапы, это, конечно, чистый воздух. Даже люди, которые прилетают на курортный отдых, когда они выходят из самолёта, то сразу ощущают. То есть, не просто жаркий, значит. Ну, чистый воздух. Я каждый раз ощущаю, выходя из самолёта. Как будто прямо он приземлился на берегу моря. Всего хорошего, друзья. Да, если вы решаетесь на переезд, мы вам можем пожелать удачи. Да. Потому что это нелёгкое дело, и всё, конечно, зависит от вас, от вашей решимости, от ваших возможностей. Ну, все возможности в ваших руках. Пусть удача будет с вами. Всего доброго, друзья. До свидания. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok